Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное блюдо из карпа. Для этого возьмем карпа, обсыпем его солью, протрем соль внутри карпа, сверху и уберем его на некоторое время, минут по 30, пока будем готовить другие ингридиенты. Карпа протрем с двух сторон. Сок лимона выдавим внутрь. И уберем его на 30 минут. В небольшую кастрюлю насыпем две трети риса стакана, добавим воды и отварим рис до полной готовности. Теперь возьмем лук, мелко его порежем. Лук уберем на сковородку, затем возьмем грибы. У меня это опята, грамм 200-300, и также мелко нарежем. Опята отправляем на сковородку. Затем натягиваем на мелкой терке морковь. У меня это две небольших морковки. И также отправим на сковородку. Затем все перемешаем и обжариваем до готовности грибы. Это порядка 30 минут. Затем возьмем и для того, чтобы не было костей, вот такими вот движениями сделаем надрезы на нашем карте. Подрезы сделаем с одной стороны и с другой. После этого возьмем проклининг в форму и добавим подсолнечного масла. Вот. Размажем фурномерно всему нашему противню. Затем туда положим нашего карпа. В этот момент у нас готовы грибы. К ним добавим рис, который мы отварили. Все перемешаем. Пожарим. Затем наш рис с грибами добавим внутрь карпа. И рядом с карпом также накручиваем. Аккуратно разровняем рис. Затем выдавим на карпа примерно две столовые ложки майонеза. И аккуратно размажем рис на нашу карпель. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Валентир Сухиас. Валентир Сухиас. Затем натерем сверху сыр на гарнир рис и на самого карпа. После этого мы отбираем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов. Наш карм готов. Кому понравилось ставьте лайк, подписывайтесь. Всем приятного аппетита.